Продолжаем. До 4 декабря в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова будет работать отчетная выставка проекта «Город говорит». Проект инициировал региональный центр современного искусства «Арка». Художники из разных городов занимались исследованием Архангельска в контексте паблик-арта. Художественный исследовательский проект «Город говорит» прописался в Архангельске в марте. За это время 27 мастеров из разных городов России разработали идеи, посвященные Архангельску. Они увидели болевые точки города, его ускользающую красоту и предложили множество вариантов художественного осмысления. Специалисты из очень разных городов и из разных сфер – социологи, архитекторы, аналитики и так далее. Они исследовали город и затем передавали все наработки художникам, которые приехали уже на арт-резиденцию. По итогам работы исследователи-художники делали арт-объекты, которые часть воплощена в городе, часть представлена здесь, но часть пока есть просто в виде таких вот их придумок, идей, предложений. Проект стал одним из победителей конкурса грантов губернаторского центра «Вместе мы сильнее». Ведь креативная индустрия – это сфера непроизводственной экономики, в которых сегодня очень заинтересована молодежь. Это и IT, это и фэшн, но вот и урбанистические проекты, проекты, связанные с современным искусством, тоже очень интересны. Мы стараемся поддерживать все направления, поскольку если мы эти направления поддерживать не будем, то ребята, соответственно, за ними поедут в столичные города. Наша задача – сделать так, чтобы у ребят, у нашей молодежи была возможность полностью реализовать себя здесь. Сама выставка Центра современного искусства «Арка» о том, как проходила работа исследователей. В следующем году этот опыт будет использован в районных центрах по всей области. Было бы очень круто этот опыт утащить, да, в хорошем смысле этого слова, в наши муниципалитеты. Мы бы очень хотели бы посвятить ничего не в этом. Важно, что в ходе проекта сделаны и правильные выводы. Работы не только должны вписываться в городской ландшафт, поднимать острые социальные проблемы, но при этом не нести в себе усталости при ежедневном контакте с ними, который свойственен Муралам. От такой масштабности в будущем решили отказаться. Хорошо одно в этом деле. То, что дети все-таки, ну, молодые люди пытаются прикоснуться к искусству любым способом. Вот, это хорошо. Посыл этот важен. Интерактивная выставка в Музее художественного освоения Арктики будет работать по 4 декабря. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29.